Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу фикс Байфрона. Не знаю, сталкивался с этим кто-то или нет. Я лично с ним столкнулся буквально пару дней назад. Значит, смотрите, какая у меня была проблема. Когда я запускал Роблокс, он вроде бы как начинал запускаться, там что-то грузил, обновлял. В итоге, буквально там через несколько секунд, у меня тупо взял и перезагрузился компьютер. Дальше я попробовал еще раз в Роблокс зайти, и у меня опять перезагрузился компьютер. То есть, я пробовал, наверное, раз 5 зайти в Роблокс, и у меня постоянно при каждом запуске Роблокса у меня перезагружался компьютер. И вот единственное, что мне помогло, это вот фикс вот этого Байфрона. Вроде бы так он называется. Также, возможно, этот фикс сможет вам помочь, если у вас не работает инжект. Либо же, когда у вас на одном аккаунте работает чит, а на другом нет. И чтобы вот он на втором аккаунте работал, вы можете это тоже попробовать сделать. Но в основном, наверное, все-таки вот это решение, оно помогает именно избавиться от проблемы перезагрузки компьютера при запуске Роблокса. Так, значит, давайте перейдем ближе к делу. Что нужно сделать? Значит, нужно перейти по ссылке в описании в мой телеграм-канал. Здесь вот будет ссылка на расширение. Переходим по этой ссылке. И устанавливаем вот это расширение. Оно уже, как видите, у меня установлено. Также, это расширение установили больше 10 миллионов людей. То есть, можно спокойно ему доверять. То есть, ничего с вашим компьютером не случится. Можете не переживать. Дальше, когда установили расширение, скачиваем вот этот файл. Так, что-то он у меня чуть-чуть по-другому открылся. Скорее всего, у меня так открылся из-за того, что у меня установлено это расширение. Из-за этого он сразу открылся. Короче, смотрите, значит, перед тем, как скачать файл, сначала обязательно расширение установите. И после этого уже нажимаете на файл с фиксом. А вот открывается вот такая вот окошко такое. Дальше нажимаем кнопочку установить. А, нет, не сюда нажимаем. Переустановить. Ну, смотрите, в чем прикол. Вот у меня кнопка переустановить есть, потому что у меня уже до этого было установлено. Скорее всего, у вас здесь будет просто установить. То есть, вы нажимаете установить, и у вас, по идее, должно установиться. Значит, смотрите, как это проверить. Заходим в это расширение. Если у вас все-таки не получилось установить, сейчас я вам покажу, как нужно сделать по-другому будет. Так, тут как-то можно зайти в личный кабинет. Секунду. Значит, нажимаем создать новый скрипт, и смотрим установленные скрипты. Вот, как видите, если в установленных скриптах у вас вот это вот появилось, как у меня, значит, у вас эта проблема пропадет. А если у вас здесь не появился вот этот скрипт, значит, получается, нажимаем плюсик. Дальше. Еще раз переходим по этой ссылке. Полностью копируем вот этот код. Либо же он у вас может открыться в текстовом файле, либо же у вас может просто файл скачаться, но, в принципе, не суть. И дальше вот сюда вставляете вот этот код. Так, и теперь где-то должна быть кнопочка сохранить. Вот, сохранить. Вот, как видите, у меня еще появился новый скрипт. Тот точно такой же. Ничем он не отличается. Вот, кстати, написано, когда я его добавил 5 дней назад. А вот этот, вот, как видите, сегодня 0 минут назад. Отлично. Ну, его удаляем, потому что он мне не нужен. Также смотрите, если у вас скачается какой-то файл, который не сможет открыться, как вы можете поступить? Когда он у вас скачается, вы, значит, зайдете в загрузки. И файл, который у вас, допустим, появится, вы просто его вот так сюда перенесете, таким образом. И он у вас здесь откроется. Дальше нажмете файл, сохранить, и все у вас получится. А также, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете посмотреть вот это видео, которое здесь есть. Тут немножко по-другому показывается. Если, вот, вы не поймете по моему видео, как это сделать, то можете посмотреть вот это. Вот. Ну, в принципе, мне на этом все. Надеюсь, я вам очень сильно помог. А также, данный телеграм-канал в основном используется для трансляций на Твиче. Кстати, кто не знал, я стримлю на Твиче каждый день. Так что, кто хочет присутствовать на трансляциях... Вот, кстати, смотрите, через некоторое время у меня скачался этот файл. Удивительно. Вот. И, как видите, вот файл скачался, мы его тупо переносим. И вот он открывается. То есть, в принципе, тут, я думаю, все понятно. Сложного здесь ничего нет. Вот. Так, насчет свеча, значит. Смотрите. На Твиче я стримлю каждый день. Так что, кому интересно за мной следить или вместе со мной играть на стриме, обязательно подписывайтесь на данный канал. Скоро я планирую также начать делать ИРЛ-стримы. Думаю, будет весело. Так что, всех жду. А на этом я буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Всем удачи. И пока.